И снова пятница, и снова здравствуйте. И сегодня у меня на столе точилки и все, что я о них думаю. Предупреждаю сразу, я не являюсь ни авторитетным обозревателем арт-материалов или же профессиональным художником. Я выражаю только свое потребительское мнение и говорю то, что думаю о данной продукции. Итак, точилки. Я накупил всяких точилок, много разных, самые простые, самые разные. И вот что я вам расскажу. Итак, первые точилки это ножики, ножи. Я смотрю иногда YouTube каналы профессиональных художников или же профессиональных обозревателей, которые рассказывают о карандашах, об рисовании, о технике рисования. И иногда смотрю других ютуберов, которые рассказывают о своем увлечении и то, как они что-то делают с карандашами. Одна из тем в рисовании это карандаши. Я думал, что карандаши это простой арт-материал, на самом деле это не так. Карандаши это очень сложный арт-материал, который требует необходимых навыков, техники и прочего, прочего, прочего. Но сейчас я хочу рассказать только лишь о заточках и о карандашах, и о точилках. О карандашах, заточках и точилках. Итак, некоторые карандашисты пользуются ножами для заточки своих карандашей. Смысла большого в этих ножах я не вижу, потому что есть более нормальные точилки. Но некоторые из рисовальщиков, художников пользуются ножами в качестве заточки. Последний раз, когда я точил карандаши ножами, наверное, было в школе. После этого я давно не рисовал. И вот недавно начал, увлекся рисованием, карандашами. И начал изучать разные техники, разные методы, разные другие нюансы. И начал следить за другими, кто что рисует, как рисует, как точит, как затачивает. В общем, приобретаю необходимые знания и навыки. И в то же время, уже набравшись кое-какого опыта, могу кое-что рассказать. Так что, если кому интересно, welcome на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Ну, лучше лайки, конечно. И поехали. Ножи. Ножи, какие бы они ни были, я на сегодняшний день не вижу смысла в их использовании для заточки карандаша. По многим причинам. Во-первых, это долго, нудно, неудобно и неграмотно. И неграмотно. Мне так кажется. Это лично мое мнение. Кто-то думает другое. Говорите, высказывайте. Я всегда всем отвечаю, на всех реагирую. Так что, пока что, ножи в сторону. Я ножами не пользуюсь. Следующие карандаши, следующие точилки для карандашей, которыми я так и да, когда-то пользуюсь, это вот такие вот точилочки маленькие, которыми я подтачиваю свои дорогие карандаши. У меня есть самые дорогие, это Prismacolor. Вот. И их я подтачиваю для того, чтобы не съедать пигмент. Я подтачиваю именно вот такими вот точилками. Вот такими точилками. Точат они хорошо. Самые простые, но самые надежные. Вот. И они не съедают много пигмента. То есть я подтачил карандаш, посмотрел. Вот давайте проведем вот такую вандальную процедуру. И посмотрим, как они точат. Что хорошо в них в этих точилках, что вот так вот провел 2-3 оборота. И результат виден. Виден результат того, что ты сделал. Это самый экономный метод заточки карандаша. Самый экономный метод заточки карандаша. Это вот такие вот точилки. Потому что они не съедают много пигмента, снимают стружку сколько надо и делают довольно-таки острый угол для заточки. Углы заточки для разных карандашей разные должны быть. Для более твердых, более острые. Для более мягких, например, призма кулор премьер. Я бы не советовал точить слишком тонко, потому что тонкий карандаш, мягкий, они очень мягкие. И когда ты им рисуешь, приходится очень часто подтачивать карандаш для того, чтобы было жало. Фактически, это не цель этого карандаша. Этот карандаш для того, чтобы рисовать, а не наводить контур. Для контура у призма кулор есть другой набор карандашей. Для контура есть вот такие вот призма кулор премьер. Это контурные карандаши, твердые. Вот, которые как раз-таки предназначены для того, чтобы быть острыми и наводить контура. Вот это контурный карандаш. Он должен быть заточен остро для тонкого контура. Затачивать слишком остро Prismacolor Premier или какие-то другие Восковые или мягкие карандаши смысла нет Потому что Он нужен для Массы, то есть для площади рисования Контура Делается все-таки вот этим Prismacolor Тоже Prismacolor Premier Вот, и это как раз-таки контурный карандаш Который надо затачивать остро Это Prismacolor Premier Very thin Вот это контурный карандаш Так, контурный карандаш обратно в сторону И вот этот Карандашик, да, видим Сделали Так что вот эти Точилки, самые простые Всегда должны быть под рукой для заточки Дорогих карандашей или же Хотите экономно обращаться с своими карандашами Так, это вот эти Точилки Этими я пользуюсь И эти точилки рекомендую иметь в своем арсенале Потом вот такие вот детские точилки Которые я тоже пользуюсь Потому что они идут на два калибра карандашей На 8-миллиметровые, на 12-миллиметровые И точат они тоже хорошо Вот возьмем карандаш Тоже давайте его вандальным методом Сделаем вот так вот И смотрим Дело в том, что тут уже не видно в ноже Как он затачивается Нужно достать Посмотреть И подточить Вот Хорошая, нормальная заточка для рисования Хорошая заточка для рисования Можно рисовать Это вот эти точилки Этими точилками я тоже пользуюсь У меня их аж три Под разные калибры Так что такие точилки тоже наряду с этими предыдущими Тоже рекомендую Так, вторая точилка Которую я иногда пользуюсь для скетчинга Очень полезная точилка Это та точилка, которая заменяет заточку ножом Потому что этой точилкой можно делать очень длинный стержень Давайте посмотрим Какой длинный стержень можно сделать Как видим снимает стружку Стружка даже не ломается И смотрим какой стержень Сделала эта точилка И вопрос Зачем вам нужен нож Для того, чтобы сделать вот такой вот стержень Ну а подправлять стержень Можно уже на наждачной бумаге На других шероховатостях Кому как нравится И вот такая вот заточка Очень хороша для скетчинга Так, если засунуть Давайте посмотрим какую стружку снял Этот ножик Вот вам качество работы точилки Дешевая китайская точилка с Алиэкспресс И вот вам стружка Которую можно использовать В качестве какого-то арт-материала Вот так вот снимает стружку Эта точилка Пользуюсь и тоже рекомендую Так, если поставить сюда в более крайние отверстия В это мы сейчас точили Первое отверстие это на 6 мм вроде карандаша Это на 8, 8, 8 Но тут что-то по-китайски написано А, вот по-английски СМЛ 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 И что это значит Я не знаю Так Вот давайте поставим сюда И посмотрим, что она Подтачивает дерево Но не точит Грифель Делает Заточку вот такую Такую заточку ножом Делать очень Можно конечно Но делать очень тяжело И смысла большого я не вижу В использовании Ножа для вот таких вот заточек Так Эти точилки Рекомендую Пользуюсь Следующая точилка Это моя самая любимая точилка Это вот этот Дели Ручная Трезерная точилка Которая Пользуюсь Которая я пользуюсь Для всех видов карандашей Вот И работает она просто отлично Работает она просто отлично Тоже Вандальный метод Ради этого видео Я могу пожертвовать Кончиком Точилки Кончиком карандаша И смотрим Делаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь оборотов И у нас выходит Хорошая точилка Что хорошо Что хорошо Вот в этой точилке Конкретно То что Это все чувствуется Сколько нужно снять Достал Провернул Посмотрел То есть лишнего Вы тут не Снимите Хотя тут есть автостоп На точилке Это упор Когда стержень заточен Он упирается В стопор Там вот так вот Упирается в стопор И точилка Дальше не точит Но я так не делаю Вот сейчас Например Потому что Его сколько ни Корми Он все время Ест 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 Хотя Автостоп Должен сработать Так Вот это Дель Это моя любимая Точилка Которая у меня На все Случаи жизни Которую я точу В большинстве случаев Вот это Рекомендую И И сейчас Приступим К монстрам Монстры Это вот такая Вот точилка Тенвин Мощная Прожорливая Которая С одной стороны Хороша С другой стороны Не очень Потому что Хороша Если нужно Приточить Две сотни Карандашей Но я не знаю Кто точит Сразу Две сотни Карандашей Обычно Когда садишься Рисовать Затачиваешь Себе Эти Карандаши Подтачиваешь Карандаши Которыми Ты пользуешься Сейчас Достал И подточил А Тенвин Если надо Сотню Карандаши Не приготовить Там Простых Да Можно Пользоваться Но только Не рекомендую Пользоваться Для дорогих Карандашей Потому что Она Жрет Как Не В себе Тут тоже Есть Атостоп Вот Карандаш Затащился Видим Карандаш Затащился И Все И Он Остановился Он Дальше Не Точит Заточка Этот Я пока Трогать Не буду Для сравнения Вот этот Можно Но В то же Время Тут На этой Точилке Не нужно Полагаться На Автостоп Потому что Можно Переборщить И съесть Лишнего Поэтому Эту точилку Для дорогих Карандашей Я бы не Рекомендовал Все-таки Дорогой Карандаш Он дорогой И Нужно Более Экономно Затачивать Дорогие Карандаши Например Холбейные Самые Дорогие Карандаши Нужно Точить Самыми Простыми Точилками Именно Вот Этими Где Ты Вставил Карандаш Провернул И Видишь Сколько Съел Ты Или Не Съел Пигмента Так И Следующая Точилка У меня На столе Это Тоже Тенвин Но Тенвин Немного Другой Тенвин Который Точит Немного Другие Углы То есть Вот Тенвин И Вот Тенвин Две Разные Точилки С Разными Углами Заточки Если Этот Тенвин Точит Вот Такие Вот Углы То Этот Тенвин Сейчас Я вам Покажу Какие Углы Он Точит Возьмем Какой-то Простой Карандаш Где У меня Коробка Простых Карандашей Возьмем Простой Карандаш Он Уже Заточен Тут Есть Два Переключателя На Угол Больше На Угол Меньше И Давайте Посмотрим Правда Тут Нет Метки На Заточке Где Меньше Где Больше Она Просто Вот Так Вот Наверное По Часовой Стрелки Должен быть Меньше А По Часовой Стрелке Если Повернуть Это Будет Больше То Это Нужно Понимать Вот Так Вот И Давайте Посмотрим Я Провернул В Это Положение Должен быть Угол Заточки Меньше Все Остановился Заточил До Автостопа Вот Угол Заточки На Положении Меньше А Сейчас Для сравнения Возьмем Другой Карандаш И Сделаем Другое Положение Вот И Затачиваем Все Сработал Автостоп И Смотрим На Качество Заточки Во Первых Кассит Фреза Кассит Видно Что Заточка Неровная Нужно Подправлять Вот Это Теперь Нужно Подправлять Ножом Или Скальпелем Ножом Или Скальпелем Вот Только Сейчас Необходим Этот Ножик Для Того Чтобы Вот Это Еще После Такой Точилки Подправлять Заточку Такая Точилка Должна Работать Идеально И Оказывается Что Она Работает Хуже Вот Эта Точилка Работает Хуже Чем Вот Эта Точилка Вот Давайте Сравним Вот Эта Стен Вина Который Подправлен Вот Это Стен Вина Который Подправлен Ножом И Вот Это С Дешевой Точилки За Пару Шекелей Вот Это С Дешевой Точилки А Вот Это Стен Вина Подправлял Ножом И Вердикт Судя По Моему Опыту Смысл Приобретения Тен Вина Вот Этого Я Большого Не Вижу Смысл Большого Приобретения Тен Вина Вот Этого Я Тоже Не Вижу Если Вы Конечно Не Точите Каждый День По Сотни Карандашей Простых Недорогих А простых Карандашей Можете Взять Но Большого Смысл Я В этом Не Вижу А То Что Я Мог Б Порекомендовать Вам Так Это Вот Вот Это Точилка Дели Механическая Вот Эти Точилки Для Скетчинга Работает Лучше Чем Тен Вин И Соответственно Вот Такие Детские Точилки Они Никогда Лишними Не Бывают Вот Эти Точилки Для Дорогих Карандашей Лучше Всего Подходят Если У вас Холбейны Карандачи Там Фабер Кастель Лучше Вот Таких Накупить Точилок Они Стоят Копейки И Точат Намного Лучше Намного Намного Лучше У меня Еще раз Попробовать Заточенных Карандашей Нет Ну Давайте Еще Попробуем Пожертвуем Еще одним Карандашиком На благо Искусства Делаем Вандальный Перелом И Смотрим Раз Два Три Четыре Пять И Все И Вот Вам Заточка Сколько Ушло Пигмента Смотрите Это Все Пигмент Это Все Пигмент Который Идет В труху Который Идет В мусор А Его Нужно Экономить Потому Что Этот Пигмент Это Самый Дорогой Самый Дорогой Карандаше Так Что Если У кого То Есть Другие Мнения Высказывайте Всегда Рад Буду Послушать Принять Опыт У Других Но На Данный Момент Я Пришел К такому Заключению Что Мое Положение С точилками Именно Вот Такое Если Сможете Мне В чем То Перебедить Пожалуйста Задавайте Вопросы Всегда Всем Отвечаю Всегда На Всех Реагирую Давайте Учиться Рисовать И Всем Желаю Успехов В творчестве Все Спасибо За Просмотр До Свидания Заходите В гости